установочной прокачки как и как и физическое развитие то есть то что человек например я когда-то пробежал марафон и что это вообще ни о чем то есть где-то примерно несколько месяцев после марафона состояние держалась а потом если не тренироваться но спадает прошло несколько лет я бегал полу марафоны потом перестаешь бегать месяц-два не бегаешь и состояние падает хочешь опять быть выносливым начинает тренироваться духовный уровень вообще не отличается от этого вот просто не отличается человек может быть на высочайшем духовном уровне и буквально через там два стакана водки он может упасть до состояния полного животного или там не два стакана водки просто два стакана водки это сразу же как бы включает в нем его животную сущность а значит есть другие другие тридеры которые тоже могут человека менять поэтому духовный уровень нужно прокачивать каждый день каждый день нужно на трех вещах стоит мир сказал нам шамона цадик три есть основы для для того чтобы твой мир стоял и был устойчивый что он имел ввиду а-ля тора на торе то есть каждый день нужно учиться каждый день нужно заново в получать слова всевышнего через мудрецов торы через людей которые цадики праведники и когда ты получаешь слова торы то ты присоединяешься через слова торы ко всевышнего но их надо изучать неважно когда ты их знал второе а-ля вода а-ля трава а-ля вода второе это служение а вода это говорят мудрецы что вода это служение сердцем вот благодарность молитва уединенная молитва это все псалмы когда ты читаешь да это все служение сердцем сама кстати царя давида соединяется соединяется в псалмах это тора и солны это и тора и служение то есть это и молитва и изучение торы то есть это одновременно поэтому очень хорошо читать псалмы царя давида это прямо и душу поднимает и и молитва теперь и третье он сказал основа это добрые дела воздаяние добро добро то есть это добро это важнейшее качество человека которая которая его соединяет со всевышним когда ты кому-то делаешь добро то ты тогда становишься проводником всевышнего когда ты кому-то делаешь добро то ты со всевышним становимся одним целым то есть это очень важная вещь хорошо вот поэтому это нужно прокачивать каждый день а сегодня у нас тогда Это 50-й урок из книги Равшалом Аруш, Сад Благодарности. И сегодня он нам говорит такую вещь. Благодарность против гордыни. Благодарность это не просто способ соединиться со Всевышним. Благодарность, она еще и оказывает очень важные позитивные эффекты на качество человека, на его характер. На его личность. Значит, первое, вот он говорит, что, еще раз нам напоминает, нытье – это корень лжи, зла и гордыни. А благодарение ровно противоположное. То есть, нытье – это корень лжи, зла и гордыни. Давайте разберемся еще раз. Вот человек ноет, ну что плохого поныть, побурчать, вот опять все плохо, вот опять то, опять то, опять то. Говорит Равшалом Аруш, не просто плохо, ужасно. Что же это ты ноешь? Это корень лжи, это корень зла и корень гордыни. Давайте посмотрим. Благодарение стирает ложь. Как написано в книге Сефера Медот, когда придет Маше, ложь будет уничтожена. А поэтому не будет и дурного начала. Самая большая ложь – это нытье. Жалобы, самобичевание, ощущение недовольства – это ужасная ложь, когда человек не хочет того, чего хочет Всевышний. Значит, смотрите. Получается так. Все, что есть в реальности – это воля Всевышнего. Это исходная предпосылка, это некая такая аксиома. То есть, если ты веришь, что вот тут Всевышний, а тут не Всевышний. Мне это нравится – это Всевышний, а мне это не нравится – это не Всевышний. То это не вера. Вера – это все от Всевышнего. То есть, все в этом мире, то, что происходит, это происходит по воле Всевышнего. Хорошо. Значит, теперь, если я просыпаюсь, и мне что-то не нравится, и я ною, и я жалуюсь, то это значит, я выступаю против воли Всевышнего. И это обман, и это зло. Потому что Всевышний – это истина, и это добро. Но если… Хорошо, я уверен, что у вас возникают, наверное, крайние вопросы. Крайние вопросы возникают. Да, значит, теракт. Сегодня был теракт в Иерусалиме, стоят люди на остановке, поддержая два каких-то вообще непонятных, ну, я считаю, плохих человека. Да, ну, они злодеи. То есть, Бог написал, все это знают, в десяти заповедях написано. Везде, везде убивать нельзя. Нельзя убивать. То есть, подъезжают два вот таких вот злодея с автоматами, и выскативают, и на остановке стоят люди, начинают они стрелять. Начинают они стрелять, трое подивших, семь раненых. Их убивают, этих злодеев. То есть, те, кто их убивают, они останавливают убийц. По Торе так можно и нужно сделать. То есть, если кто-то есть убийца, который идет убивать или тебя, или кого-то, то ты обязан его остановить, спасти того человека. Если ты его не спасаешь, то это будет что? Соучастие в убийстве. То есть, ты мог бы его спасти, но не спас, значит, ты соучастник. Поэтому вот сейчас, когда, например, Израиль хочет убийц найти и наказать, а те, кто этих убийц покрывают во всем мире, то они становятся соучастники в убийстве. И соучастие в убийстве, это по всем законам любой страны, это то же самое, что убийство. Теперь смотрите, что получается. Но погибло три человека. Семидесятилетний дедушка какой-то, да, 74 года, стоял на остановке. Девушка 24 года, которая, ну, то есть, ни девушка, ни это 74-летний человек, они никого не убивали, они никому не причиняли зла. Как же так, вы скажете, где же здесь, почему бы здесь не поныть? Он говорит, что зачем ныть? То есть, если ныть и говорить, что жалобы, как же так, самобичевание, ощущение недовольства, это ужасная ложь, когда человек не хочет того, что хочет Всевышний. Мы можем сказать, что это страшно, это ужасно, но мы не знаем же, всю картину мы не видим близко. То, что я сейчас вам рассказал, это то, что я прочитал на сайте новостном. До этого на сайте написали, что погибла 16-летняя девушка, потом написали 24-летняя и так далее. А вчера как раз я смотрел статистику. Мне было, я в одной книге по психологии узнал, что в год в США 50 тысяч людей заканчивают жизнь самоубийством. И я зашел проверить, действительно ли это так, что 50 тысяч человек за год заканчивают жизнь самоубийством. Оказалось, что в 2022 году в США 49 тысяч человек закончили жизнь самоубийством. Представляете? Тогда посмотрел я другую статистику. Сколько человек в Израиле погибло за последние годы в автокатастрофах, каждый год. Каждый год гибнет в автокатастрофах в среднем 300 человек в Израиле. С населением 7-8 миллионов человек. 300 гибнет в автокатастрофах. Сколько человек потом я посмотрел было убито в России за последние годы. Каждый год в России умышленных убийств официально около 10 тысяч. В среднем было от 11 до 7-8 тысяч. В среднем 10 тысяч каждый год умышленных убийств. То есть, что получается со дня сотворения мира, с момента сотворения мира, когда у первого человека было два сына, Каин и Эвель. Каин убил Эвеля. Абсолютно вообще без всяких на то. Он ему позавидовал и убил его. То есть, это не Всевышний, как сказать, Всевышний сотворил мир, Всевышний дал нам возможности, Всевышний дал нам свободу выбора, Всевышний сказал, что делать, что не делать. Дальше человек в этом и заключается, что человек по образу Бога, человек творец. У него есть свобода выбора, Бог ему дал свободу выбора. И если что-то происходит, то это огромная какая-то большая картина, которая, материальный мир это только маленький фрагментик, потому что, опять же, если мы верим в Бога, мы верим в душу. Если мы верим в душу, мы верим в жизнь после смерти и жизнь до смерти. То есть, мы видим жизнь человека, это маленький такой вот какой-то пазл. И если Бог сотворил все мироздание, им управляет, то мы должны довериться, что Всевышний знает в каждый момент времени, в каждую секунду, что должно происходить. И все, что происходит к лучшему. Почему? Потому что в мире живет 8,5 миллиардов человек и население все время увеличивается. То есть, мера добра больше, чем мера зла. Людей рождается почти в 2 раза больше, чем умирает. Продолжительность жизни все время растет. Каждый год выходят какие-то новые обновления, какие-то лекарства, какие-то спасения жизни. То есть, то, как люди раньше умирали, было 50% детская смертность, сейчас детская смертность 0,1%. То есть, мы видим, добро Всевышнего, оно явно превышает зло. Не просто, а теперь, если нам что-то не нравится, у нас есть две реакции. Или мы можем сказать, Всевышний, а вот тут ты как раз вообще, вот я тебе говорю, ты не прав, Всевышний. И он говорит, это зло. Это зло. Нельзя так говорить на Всевышнего. Всевышний, он Бог. Он столько добра сделал, как ты говоришь. А вот тут ты ошибся. Поэтому он говорит, благодарение стирает ложь. Нужно сказать Всевышнему, спасибо тебе, Всевышний, за то, что ты мудро управляешь мирозданием. Спасибо тебе, Всевышний, за все твое добро, которое ты делаешь. Спасибо тебе, Всевышний. Мне очень жаль, ты мне сказал утешать. Ты мне сказал, ты мне сказал, есть заповедь специальная, да? Нехума Велим, утешать скорбящих. И мы утешаем, и мы жалеем, мы жалеем родственников, тех, кто погибли и так далее. Но это мы выполняем волю Всевышнего. То есть, Всевышний захотел так, мы делаем, захотел так, мы делаем, захотел так, мы делаем. И за все благодарим. Когда человек недоволен, он не принимает волю Всевышнего, а считает, что Всевышний должен его ублажать, исполнять его человеческую волю. Вместо того, чтобы устранить свою волю перед волей Всевышнему, он требует, чтобы Всевышний устранил свою волю перед ним, перед человеком. То есть, недовольный человек, он как будто бы Всевышнему говорит, ты знаешь, я лучше тебя знаю, как в этом мире управлять. Дальше. Благодарность стирает дурное начало. Когда человек благодарит за все, он исправляет свои дурные качества, ненависть, ревность, соперничество, и становится совершенно довольной своей участью. Тогда у него исчезает дурное побуждение. Красть, убивать, желать чужого. Если все хорошо, и у человека нет ни в чем недостатка, зачем ему делать плохие вещи? Это тоже очень важный такой аспект благодарности. Когда человек благодарит Всевышнего за то, что у него есть, он доволен, у него нет никакой причины делать зло, у него нет причины завидовать другим, у него нет причины пить алкоголь, заливая свое горе, например. Ему хорошо, ему хорошо, ему прекрасно, все. Теперь дальше он говорит, благодарение стирает гордыню. Если человек благодарит за все, он стирает побуждение гордыни. И, значит, как это работает? Вот смотрите, самый скромный из людей был Машарабейн, Моисей. И он себе жил, пас овец, и Всевышний ему показал куст, который горел и не сгорал, и из куста к нему обратился. И говорит, иди выводи евреев. Машарабейн говорит Всевышний ему, послушай, ну у тебя весь мир твой, но ты все равно будет, как ты хочешь. И там есть Арон, зачем далеко ходить? Есть мой брат Арон, он же старше меня на три года. Пускай он выводит. Он там живет, он всех знает, знает, кого выводить, кого не выводить. Зачем я пойду? Это называется скромность. То есть человек, у которого есть скромность, он будет доволен тем, что у него есть. У него не будет сожалений, у него не будет каких-то претензий к себе. Вот, а у других да, а я нет. То есть это все проявление гордыни, и это все, что дает человеку внутреннее ощущение неудовольствия, внутреннее ощущение страдания. Дальше продолжает Раф Шалумаруш и нам говорит, что человек должен радоваться своей участи. Каждый должен хорошо понимать, что человек должен быть доволен не только в материальном, но и в духовном плане. И что это он нам говорит? Бывает, вот здесь он интересно рассказывает, такую вещь, что человек хочет быть садиком, праведником, он хочет быть таким прямо святым. И он говорит, отлично, прекрасно, что у тебя есть такое желание. Но если этого пока не случилось, все равно тебе надо быть довольным и радоваться жизни. То есть у человека внутри есть огромная претензия к себе такая, да, внутренний цензор, внутренний такой воспитатель. Вот, ты не так, ты не то, ты не здесь, ты не там. И когда человек становится духовным, он не замолкает, он еще сильнее становится. Ты, да, как ты можешь вообще, и как он может, как он может, это недовольство. Как я могу, это, это тоже недовольство собой. Гордыня, это наоборот, я могу, я должен быть лучше. То есть все это, говорит Раф Шаламаруш, это все проблемные вещи. А к этим надо быть благодарным. Хочешь к этим добыть, будь благодарным. Все. И благодари. Значит, но если что-то у тебя не получается, значит не получается. Тут мне очень понравилось, что он приводит такую вещь, которую я думал, что я сам до нее додумался, но оказывается, что много людей до нее додумались. Он говорит, человек, который стремится к духовному росту, он здесь пишет так намеком, существует четыре возможности для человека, приближающегося к Всевышнему. Из них три, мягко говоря, нежелательные. Да? Мягко говоря, нежелательные. А четвертое желательно, войти с миром и выйти с миром. Всевышний хочет, чтобы каждый время был подобен Машей, учителя нашим, а каждая женщина, как праматерь Сара. Но для этого требуется работа, работа, духовная работа. Но самая главная работа, это как раз и есть благодарность. И нужно идти, не торопясь, спокойненько, продвигаться постепенно. И на этом пути человека поджидают взлеты, падения, препятствия, грехи, даже преступления. Но это такой путь. Значит, надо хотеть то, что хочет Всевышний, и в материальном, и в духовном плане, продвигаться к свету. Но самое главное, по пути, благодарить, радоваться и продолжать устремляться ввысь и молиться. Про четыре пути я говорил, недавно было видео на Ваикре, значит, почему, можно ли учить кабалу. Я говорил, что четыре человека, которые поднялись в Фардес, учили кабалу. Из них один умер, один сошел с ума, один отошел от Торы. И только Раби Адива зашел и вышел с миром. Так вот, когда он здесь говорит, что резкий духовный рост, это три возможных варианта, которые будут, а не, мягко говоря, не очень хорошие, это он имел в виду вот эти три варианта. Умереть, сойти с ума, или что, или отойти от Торы. Поэтому слишком резкий духовный рост тоже не нужен. У меня много было знакомых, которые начинали, прямо стартовали, ломились, и в итоге оставляли все, сходили с ума. А кто из духовно, сильно духовных людей умирал? У меня есть знакомых. Ну, было несколько людей, которые были реально большие цадики, большие праведники, которые учили кабалу. Я знаю таких людей, которые были реально святые люди и умерли очень рано. Именно потому, что они зашли в очень высокие духовные миры, и тот свет, который они получили, их тело, их образ жизни не выдержали этого света, и они ушли из этого мира в молодом возрасте. Тоже видел я, я знал от этих людей, не близко, но несколько человек я от этих знал. Поэтому царь Салмон говорил, золотая середина. И вот благодарность – это самая такая бриллиантовая середина, потому что с помощью благодарности ты и в этом мире получаешь рай, и ко Всевышнему приближаешься. То есть это путь служения, путь духовного роста, это самый безопасный, самый приятный, самый-самый. Теперь дальше очень важная сейчас будет информация. Вот прям можете даже записать выводы. Называется, следующая глава маленькая – «Не отрываться от цели». Значит, он говорит так. Верующий человек всегда может благодарить за все. Он верит, что все к лучшему, и все приближает его к цели. То есть если цель человека – приблизиться ко Всевышнему, то для него любое событие, любая вещь, она становится для него инструментом для приближения, ступенькой для приближения ко Всевышнему. И он благодарит за все. Например, вот он проснулся, заболел. Насморк у него. Спасибо, Всевышний, за насморк. Спасибо, спасибо. Ой, вообще дышать не могу. Спасибо, я теперь так хочу, чтобы насморк прошел. Спасибо тебе, что ты меня пробудил к такой молитве. Спасибо тебе. Спасибо, глаза видят, уши слышат, руки работают, горло не болит. Спасибо тебе, что только насморк вообще. А насморк, он меня заставляет молиться тебе. А теперь подскажи мне, пожалуйста, что мне делать? Что мне делать, чтобы насморка-то не было? Что? Наверное, мне закаляться надо. Наверное, я вот такой вот ленивый стал в последнее время. Спасибо тебе за то, что я ленивый, так хорошо отдыхал. Вообще отдыхался, тоже спасибо тебе. Ну вот, мне кажется, может мне начать там обливаться. Вот, спасибо, такая мысль мне пришла. Спасибо, что ты мне такие мысли присылаешь. Спасибо тебе за насморк. И помолился хорошо, и поблагодарил за все остальное. И еще, значит, подумал, что надо обливаться. Еще поблагодарил за то, что ленивый отдохнул хорошо. Слава Богу, Всевышний, спасибо тебе. То есть, это верующий человек, у него жизнь полна духовными достижениями, постижениями, развитием. Он за все благодарит. Теперь, но большинство людей не такие. Они ставят себе другие цели, которые не связаны со служением Всевышним. Например, они хотят преуспеть в этом мире. Кто-то хочет жениться, достичь комфорта, произвести на свет детей, прожить в богатстве и довольстве, удовлетворить свои животные страсти и влечения без помех и подобное этому. То есть, перечислил нормальные, хорошие желания. Да, достичь комфорта, дети, богатства, довольства и так далее. Но что, теперь получается так, что если твоя цель не служить Всевышнему, а твоя цель реализовать свои желания, то пока ты их не реализовал, как ты себя чувствуешь? Лузером тебе не хватает. Когда ты их реализовал, надолго ты становишься счастливым? Ненадолго. Псарь Соломонам установил истину, а ученые сейчас доказали, было огромное исследование, сколько человеку нужно денег для счастья. Псарь Соломон говорил так, что человек не умирает, чтобы половина была из того, что он хотел, в его руке. Есть у него 100, хочет 200. Есть 200, хочет 400. Я вчера видел исследование, психологи проводили исследование, сколько человеку нужно денег для счастья. И, значит, они опросили людей, которые зарабатывали в год 30 тысяч долларов в Америке. В среднем выяснилось, что если бы эти люди говорили, если бы мы зарабатывали 50 тысяч долларов в год, мы были бы точно счастливы. Вот 50 тысяч, это хватает для счастья, это было несколько, может быть, десятков лет назад, или 10 лет назад исследование. Значит, те, кто зарабатывали 30, сказали, что им нужно 50. Кстати, Соломон, можно сказать, чуть-чуть ошибся, да, то есть, не в два раза им надо было больше, а чуть меньше. 50 тысяч всего в год, по 4 тысячи долларов в месяц в среднем. И они говорят, мы будем счастливыми вообще полностью. Теперь опросили тот же самый вопрос, задали людям, которые зарабатывали 100 тысяч долларов в год. Тот же самый, сколько вам нужно денег, чтобы вы были счастливыми. Ну, казалось бы, если те посчитали, надо 50, то эти сказали бы 50, а мы сейчас 100 зарабатываем, мы в два раза счастливее, нам больше не надо. В среднем они ответили 250. То есть, тут, может, поколение чуть изменилось, может быть, опрос неточный. Но те, кто зарабатывали 100, говорили, что нам для счастья нужно 250 в среднем. То есть, получается, когда человек ставит материальные цели, а не служение Всевышнему, он все время в проигрыше. И человек, который стремится достичь своего предназначения, выполнить свою миссию, служить Всевышнему, он всегда радуется и благодарит. Получается у него, не получается, он всегда... Там был еще один опрос интересный. Люди, которые искали работу после университета, студенты, которые закончили, Они, значит, записывались на собеседование и их спрашивали до собеседования. Вот какой у тебя сейчас уровень счастья? Они говорили, там, 5 по 10-бальной шкале. А если ты получишь эту работу, сколько будет? Они говорят, будет 7. А если не получишь, то на сколько упадет? Они говорят, в среднем, там, ну, на 2. То есть, они думали, на 2 упадет. Потом, когда они проходили собеседование, если им отказывали, то что вы думаете? Оказывалось, что их уровень счастья, как вы думаете, на сколько упал? Ни на сколько. Ни на сколько. То есть, когда ты ждешь что-то, когда ты думаешь. Не взяли, они находили себе какое-то оправдание. Ну, значит, это мне не надо. Значит, это не моя работа. Значит, меня ждет... Когда они находили какое-то объяснение, там был еще вот этот момент, их уровень счастья не падал. То есть, получается, что? Если человек, его жизнь, это его миссия, и он служит Всевышнему, и все, что происходит, к лучшему, и все, что происходит сейчас, это воля Всевышнего, и я ему за это благодарен, и это к лучшему, и Всевышний все делает для меня. Человек счастливый. Теперь, если он счастливый, давайте посмотрим, что дальше происходит. Он всегда радуется и благодарит. Он достигает своей цели во всем, что с ним происходит, приближаться к Всевышнему. Из всего случившегося он понимает, как приблиться ко Всевышнему. А это и есть его цель. Получается, что что бы ни происходило, он все время приближается ко Всевышнему. И он с легкостью благодарит за все. За неудачи и падения, за беды, испытания, лишения. Ведь только Всевышнему известно в точности, при каких условиях человек достигает своей миссии, своей самореализации, и Всевышнему ведет по этому пути. Посмотри и пойми, он прям выделил это жирным шрифтом, вот смотрите. Он говорит, посмотри и пойми, сколь старается творец ради твоего исправления. Как он упорядочивает все обстоятельства твоей жизни в точности так, чтобы ты смог достичь своего предназначения. То есть вот, если в это верить и осознавать, то вообще отлично. Давайте сделаем выводы. Давайте сейчас остановимся, чтобы не перескативать сразу, а сделаем выводы, что мы сейчас поняли. Давайте, каждый для себя подумайте. Сделайте три вывода, иначе напишите. Да, напишите, пожалуйста, что вы для себя поняли, какой вывод вы сделали. Что я понял для себя, да? Сделаем выводы. Я вам скажу, какой я сделал вывод. Нужно для себя какое-то что-то понять. Так. Все, я сделал такой вывод, что благодарность, она исправляет качество, и она делает человеку, убирает гордыню, убирает нытье, и убирает изнутри злое начало и все зло, потому что ты доволен жизнью, и тебе нет смысла делать какие-то плохие вещи. Это первое. А второе, что если цель у человека служения Всевышнему, то все, что с ним происходит, приближает его к этой цели, и поэтому у него нет жизнеразочарования, потому что все, что происходит к лучшему, и все приближает его к цели духовный рост, духовное развитие. И если получается то, как он себе задумал, он еще сильнее благодарит Всевышнему, Всевышнего и духовно растет, а если не получается, то он еще сильнее благодарит Всевышнего, понимая, что видно, это ему было и не надо. Да? Отлично. Теперь открываем вторую книжку, 50-й урок. И здесь нам говорит Рав Зелик Плистин, что не использовать никакие подарки до того, как поблагодаришь за них. Значит, вначале он приводит историю, как одна женщина, она ему рассказала, что у ее сына было 13-летие Бармитсва, и ему подарили подарки. И она сыну сказала, что будет красиво и классно, чтобы ты, перед тем, как ты будешь те подарки, которые тебе люди подарили, использовать, чтобы ты написал письмо каждому, личное письмо благодарность за то, что он пришел и подарил тебе этот подарок. И сын написал эти письма, и люди были счастливы, и они писали обратно, и звонили, и говорили, какой прекрасный у вас сын, и так далее. То есть, это включило еще целый такой дополнительный позитивный процесс. Это было уроком для ее сына, насколько важно, когда ты получаешь какие-то подарки, до использования поблагодарить. Дальше он советует именно так, приучать детей к благодарности, чтобы они, значит, благодарили. Но он пишет тут одну вещь интересную, что когда, что gratitude, благодарность должна ассоциироваться только с хорошими чувствами. Поэтому не надо говорить детям в форме, например, такой. Нельзя говорить, ты не будешь пользоваться этим, пока ты не напишешь письмо. А как нужно сказать? О, какой прекрасный подарок! Будет прекрасно, что ты воспользуешься им, как раз после того, как ты напишешь send you note, письмо благодарности, или позвонишь и скажешь спасибо. То есть, все в позитиве, да? Без вот этих вот, нет, без негатива. Ты не будешь пользоваться, пока не напишешь. Не, наоборот. Будет так отлично, если ты напишешь, и ты, перед тем, как ты воспользуешься, что ты поблагодаришь. Все в позитиве. Он нам предлагает, вот так вот использовать. Теперь он приводит историю одного своего ученика, который, послушав этот урок, а у него не было детей, наверное, или, ну, не знаю, по какой причине. Он решил сам это использовать. И он решил в течение недели писать благодарственное письмо Богу каждое утро на протяжении недели. И вот его первое, как выглядело его первое благодарственное письмо, которое он написал. Дорогой Бог, написал он, прямо сейчас я печатаю это благодарственное письмо тебе на моем компьютере. Я благодарю тебя за компьютер, на котором я пишу это письмо. И также я благодарю тебя за энергию, которая есть в моих пальцах, которые способны печатать это. Я благодарю тебя за глаза, которые видят, как я пишу. Я благодарю тебя за стул, на котором я сижу, и за стол, на котором стоит мой компьютер. Я благодарю тебя за тислород, который ты даешь мне, чтобы я мог дышать и быть живым. Я благодарю тебя за то, что я жив. И я бы, наверное, должен был написать это в первую очередь, но я пишу это в порядке, в котором мне приходят идеи. То есть приходят идеи в голову, он как бы то, что по порядку, что приходило, то и писал. Я благодарю тебя за мою память, которая позволяет мне помнить то, что происходило со мной. И это не гарантированная вещь память, он пишет. Но когда, особенно когда знаешь, насколько память может быть хрупкой. Я благодарю тебя за то, что я могу слышать звуки, которые я сейчас слышу. И я благодарю тебя за то, что ты дал мне возможность слышать и изучать слова Торы, которые я уже услышал и изучил. И я благодарю тебя за то, что ты даешь мне возможность слышать песни и музыку, которые обогащают мою жизнь. Я благодарю тебя за мою семью и благодарю тебя за моих друзей. Я благодарю тебя за электричество, которое позволяет мне, значит, охлаждать жилище, когда жарко снаружи. И я благодарю тебя за электричество, с помощью которого я могу пить холодную воду. И я благодарю тебя за воду, которую я могу пить. И я благодарю тебя за то, что ты даешь мне так много всего, чтобы быть благодарным. И я молюсь тебе, чтобы ты помог мне запомнить, вспомнить и сделать, чтобы я писал тебе вот эти вот письма благодарности каждое утро. И это будет благодарность тебе перед тем, как я продолжу получать удовольствие от твоей доброты в течение дня, который наступает. То есть он утром это писал. Посоветую его, чтобы до того, как ты что-то берешь, испытывать благодарность. Thank you, спасибо, you're grateful, твой благодарный child, твой благодарный ребенок, and servant. Servant это на английском служить, ну, тот, кто служит тебе, да? Servant. Ну, смешно, servant это как твой благодарный ребенок и servant. Servant. Вот, дорогие друзья, значит, спасибо Всевышнему за то, что дал нам возможность учить Тору, за то, что дал нам возможность быть благодарными, за то, что дает нам возможность понять, насколько благодарность обогащает жизнь, и чтобы Всевышнюю заслугу нашей благодарности, того света, который мы испытываем и создаем внутри, вокруг себя, чтобы исчезло зло из мира, чтобы закончились войны, чтобы террористы убили сами себя, пускай они по пути на теракты останавливаются и думают, а зачем мне вообще идти убивать, я лучше пойду сделаю добро какое-нибудь, если мне хочется делать добро, пойду лучше, там, помогу бабушкам, детям, пойду делать добро, то человек, который хочет делать добро, ему есть возможность всегда сделать добро. Служить Всевышнему можно через радость, зачем служить Всевышнему через, как они думают, они, может, думают, что они какое-то делают хорошее дело, чтобы они все поняли, насколько это зло убивать невинных людей, и чтобы с Божьей помощью, в конце концов, наступил мир во всем мире, и чтобы хорошие, добрые люди попали уже на земле в рай, чтобы рай был на земле. Все, всем удачи, успехов, хорошего дня, чтобы Всевышний в заслугу благодарности вашей услышал ваши молитвы, и чтобы... спасибо вам за помощь вашу в Аикре, чтобы мы распространили вот эти прекрасные знания как можно больше. Все, всем удачи, успехов, до завтра.